Привет всем! Мы начинаем новую рубрику «История буддизма в Японии». В рамках этой рубрики, в довольно коротеньких видео, я собираюсь поговорить о том, как буддизм появился в Японии, как он здесь распространялся, как он здесь развивался, рассказать про некоторых очень интересных людей, ну и всё, что захотите, в том числе, может быть, ответить на некоторые ваши вопросы. И сегодня мы начинаем с самым важным вопросом «Как буддизм пришёл в Японию?». У нас есть две версии. Есть официальная версия, записанная в Нихон-шоке, и, возможно, некоторые из вас на неё уже натыкались. Итак, если верить Нихон-шоке, в 552 году король Пэкчи, это государство, которое находилось на западе современной Южной Кореи, присылает миссию королю к императору Ким Нэй сутры и изображения Будды, и предлагает тоже принять такую замечательную новую прогрессивную религию. Император Ким Мэй решил спросить мнение своих подданных, и клан Сога во главе с Согану и Намы выступили за, но были и те, кто выступили против, например, кланы Мононобы и Накатоми. Тогда император Ким Мэй предложил такой вариант, экспериментальный, позволить Сога взять вот эту новую религию, поклоняться Будде и посмотреть, что будет. Сога построили первый храм Асукадера или Хокоти, но Мононобы и Накатоми не успокоились, и когда в Японии началась очередная засуха, эпидемия и так далее, что в Японии, к слову сказать, довольно часто вообще бывало, заявили, что это всё Ками обиделись, напали на храм, сожгли его и покидали сутры и статуи в канал Нанева. Но после этого ситуация только ухудшилась, аж настолько, что сгорел императорский дворец, и в этот раз уже Сога сказали, что на этот раз обиделся Будда, поэтому давайте всё вернём. И заполучив опять поддержку императора, Сога на этот раз уже отправили паломничество в Корею, помимо всего прочего они отправили трёх монахинь, вернее трёх девушек, которые высказали желание стать монахинями для получения посвящения. Кстати, о монахинях я рассказывала в другом видео. Но, опять же, противники по-прежнему не успокаивались. В следующий раз, когда они обвинили опять Сога в том, что ваш буддизм нам здесь только мешает, потребовали публичные порки юных монахинь. Но через какое-то время Сога опять получили преимущество, и так продолжалось вплоть до 587 года, когда между противоборствующими кланами разразилась уже полномасштабная гражданская война, и клан Сога победили. И с тех пор буддизм уже плюс-минус укрепился на японской земле. Это официальная версия. Можно ли ей верить? Ну, скорее всего, нет. Потому что к тому моменту, когда в 552 году эта самая миссия из Кореи прибыла в Японию, кстати, в том, что она была, в принципе, мало кто сомневается, буддизм на японской земле уже, скорее всего, присутствовал. И, к сожалению, скорее всего, мы никогда не узнаем, кто конкретно и когда привёз буддизм в Японию. Потому что официальные хроники концентрируются на всяких правительственных миссиях, государственных делах, а вот всякие частные проекты игнорируют. А буддизм, скорее всего, был передан Японию именно частным образом. Давайте посмотрим на самых вероятных подозреваемых, кто же у нас принёс в Японию буддизм. Таковых у нас имеется три, и предлагаю рассмотреть каждого по отдельности. Во-первых, это, конечно же, монахи-проповедники. В буддизме считалось очень важным проповедовать буддизм где только возможно. Опять же, находилось немало монахов, готовых отправиться в любой медвежий угол и проповедовать там свет истины. И почему бы не предположить, что до Японии они тоже добирались. Но, к слову сказать, Япония не пользовалась особой популярностью у представителей всех остальных стран. Например, когда уже в восьмом веке японский, китайский монах Гандин решил отправиться в Японию, чтобы, опять же, проповедовать там буддизм, рассказывать, как правильно практиковать буддизм, ему очень трудно было уговорить хоть кого-то из своих учеников отправиться вместе с ним. Они напирали на то, что Япония страна нецивилизованная и вообще неизвестно, что там творится. И в шестом веке, скорее всего, ситуация была не лучше. Но если в восьмом веке хотя бы Гандину пришла в голову идея отправиться в Японию, то почему бы не предположить, что до этого тоже находились те монахи, которые отправлялись в том числе в Японию. Мы точно знаем, что индийцы в том же самом шестом веке до Японии добирались ещё до 552 года. Причём, что интересно, как мужчины, так и женщины. Они фигурируют в хрониках. Но кто они были, с какой целью они появились в Японии, увы, нигде не упоминается. Можно предположить, что какое-то количество из них были в том числе и проповедниками. Также мы точно знаем, что на момент 552 года, вернее, на момент строительства храма Асукадера в Японии точно был хотя бы один монах. Потому что Кван Сога нашли корейского монаха для оправления ритуалов Асукадера. Если они его нашли, значит, он в Японии был. Даже если предположить, что он там был один. Всё равно хотя бы один монах у нас на тот момент был. Но помимо монахов, у нас вообще-то есть и другие кандидаты на роль тех, кто мог принести буддизм в Японию. И следующими являются торговцы. Да, казалось бы, где буддизм, а где торговцы. Но если вы сейчас думаете о Тараваде, о отречении от всего мирского и так далее, то, пожалуйста, не думайте в ту сторону. На момент VI века уже очень была популярна Махаяна. И как раз среди торговцев на шёлковом пути и среди тех, кто доставляли свои товары по морю, были очень популярны Лотосовая сутра, Буддизм чистой земли. То есть концепции буддизма, которые предполагали, что не только монахи, но и миряне способны достичь просветления. И помимо этого, больше всего была популярна вималакирте сутра, которая по факту говорит, что мирянин, даже если он не отказывается от роскоши, от сексуальных отношений, просто очень хорошо понимает буддизм, способен быть значительно лучшим практиком, чем монахи. Образ вималакирте был невероятно популярен, в том числе у торговцев, которые говорили, что ну да, мы не отказываемся от роскоши, мы вообще ни от чего не отказываемся, но в то же самое время мы, например, жизнью рискуем, мы отправляемся вот эти длительные путешествия, и получается, что у нас нет особой привязанности ни к своему богатству, ни к своим семьям, ни даже к своей жизни, раз мы спокойно рискуем. И это была одна из причин, почему торговцам очень нравился буддизм. Вторая причина. Если ты отправляешься куда-то очень далеко от дома и делаешь это регулярно, и отправляешься в какие-то опасные места, то тебе нужна мощнейшая защита. Полагаться на своих местных божеств достаточно опасно, потому что, с одной стороны, они же местные, вот ты от них далеко уехал, и будут ли они тебя хранить. Это еще очень большой вопрос. Во-вторых, а если они обидятся, что ты от них уехал, и, допустим, вовремя не дал какое-нибудь подношение, поэтому торговцы искали кого-нибудь покруче, кого-нибудь, кто тебя будет хранить где угодно и не будет на тебя обижаться. И на эту роль прекрасно подходили бодхисаттвы, ну, например, Вала Китишвара или Манджушри. Ну, и еще одна причина, почему среди торговцев был популярен буддизм, это то, что буддин, на самом деле, имел очень хорошую репутацию, даже среди тех народов, которые его не практиковали. Буддистские монахи имели хорошую репутацию, но и просто буддистские миряне, потому что считалось, что их мораль распространяется на всех людей. То есть получается, что если ты обращаешься к буддистскому торговцу, то, скорее всего, он тебя не обманет, потому что он практикует свою мораль не только по отношению к своим соплеменникам, к другим буддистам, но вообще ко всем подряд. Так что для среднестатистического торговца быть буддистом было, в принципе, выгодно. Достигали ли буддисты-торговцы берегов Японии? Трудно сказать. С одной стороны, в Японии вообще на то время было не очень хорошо с торговлей. Она велась плохо. В Японии даже не очень хорошо понимали, например, концепт денег до сих пор, вот на тот момент, 552-й год и раньше. Но всё-таки она велась. По крайней мере, в прибрежных зонах велась торговля, прибывали купцы откуда-то издалека, прибывали, понятное дело, морем. Так что ничего невозможного здесь нет. И опять же, ещё один очень интересный момент. Когда в VIII веке создали первый сборник буддистских легенд, японских буддистских легенд, это Нихон Рёйки, то в нём было подозрительно много историй про торговцев. Конечно, подавляющее большинство этих историй были перепевками истории китайских и индийских. Но получается, что те, кто их рассказывали японцам, почему-то выбирали именно такие истории, именно истории про торговцев. И было бы логично предположить, что это именно торговцы, иначе почему такая выборка? Получается, что, скорее всего, торговцы-буддисты до японской земли тоже добирались. И, наконец, третья категория – это просто переселенцы отовсюду. В Японии на то время было немало переселенцев. Люди бежали из Китая, ну, с территории современного Китая, скажем так, с территории современной Кореи по разным причинам. Это по тем же самым, по которым люди бегут сейчас. Это и голод, эпидемии, войны, преследования со стороны правительства. В общем, всё то же самое. И, конечно, оказавшись на японской земле, эти люди придерживались по-прежнему своей культуры и прокрактиковали свои религии. Мы точно знаем, что практики буддизма среди переселенцев в Японии на момент 552-го года были. По крайней мере, это был Кван Хата, весьма влиятельный, к слову сказать, который очень хорошо поддерживали СОГО. Кстати, про СОГО не совсем понятно, но есть теории, что сами СОГО были тоже из переселенцев. Хотя на этот счёт мне не удалось найти ничего однозначного. Про Кван СОГО мы вообще довольно мало знаем, к слову сказать. Ещё, что интересно, есть сведения, что, по крайней мере, один такой вот проповедник буддизма в Японии был ещё до 552-го года. Это был Шибану Тацто, который вроде как был из Китая, но, может быть, и из Кореи. И он установил ещё в 530-е годы небольшое святилище и поклонялся в нём именно Будде. Но это свидетельство немножечко сомнительно. Есть мнение, что хроники ошиблись на 30 лет туда, 30 лет обратно. И на самом деле это всё происходило уже после 552-го года. Но, тем не менее, даже если это происходило после 552-го года, то буквально плюс-минус то же самое время. Соответственно, логично предположить, что ни один Шибану Тацто практиковал буддизм в Японии в то время. Таким образом, можно предположить, что сама вот эта история 552-го года с прибытием торжественного буддизма в Японию — это не столько описание реальных событий, и сколько попытка обрести контроль над тем, что уже к тому моменту вышло из-под контроля. К слову сказать, распространение буддизма в Японии было очень много кому выгодно. Буддизм был интернациональной религией, которая, к тому же, являлась мостом ко всей другой цивилизации. Это и связь с Китаем, это и связь со всем с санскритоязычным миром. Санскрит, к слову сказать, на тот момент был тоже таким универсальным языком. И, понятное дело, принятие буддизма было полезно не только в религиозном плане, но и, скажем, в экономическом, и в политическом, и вообще. И таким образом вся эта история принятия буддизма это скорее борьба фракции за открытость миру и фракции за исконно-посконные традиции, в которой открытость, универсальность, интернациональность побеждает. Ну, а властям было выгодно сделать вид, что этот процесс хоть в какой-то степени контролируется непосредственно императором. Вот такая история. Пожалуйста, делитесь в комментариях, если вам попадалось что-то еще на этот счет, задавайте ваши вопросы. Если вам интересно почитать что-то больше об этом, я с удовольствием поделюсь своими источниками, в том числе статьями, но, кстати, напоминаю, что читаю я в основном на английском и японском. Да, напоминаю еще, что основная движуха у нас сейчас происходит в моем телеграм-канале и на Камону. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну что ж, пока-пока.